В Москве в концертном зале «Известия Холл» состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». В этот раз из-за пандемии коронавируса онлайн-голосование длилось дольше обычного – почти 8 месяцев. В нем приняли участие более полутора миллионов человек, которым предстояло выбрать лучшие машины в 24 номинациях. В одной из категорий по результатам онлайн-голосования одержала победу компания Mitsubishi. Модель L200 признали лучшим пикапом. Она собрала больше зрительских голосов, чем Toyota Hilux и Volkswagen Amarok. Вы знаете, Mitsubishi – очень внедорожный бренд, а пикап L200 – это фактически мировая модель. И мы очень гордимся тем, что наши российские клиенты тоже высоко ее ценят и отдают за нее свои голоса. Два года назад L200 отметил свой очередной юбилей – 40 лет с момента выхода на рынок. За это время в его пользу сделали выбор 4 миллиона 700 тысяч человек. В частности, в России японцы реализовали порядка 63 тысяч пикапов. Тогда же, в 2018 году, Mitsubishi L200 пережил плановое обновление. В России продажи посвежевшей модели начались зимой минувшего года. В ходе рестайлинга пикап не только преобразился внешне, но и претерпел существенные технические изменения. В частности, инженеры доработали настройки подвески, улучшили управляемость и шумоизоляцию. На переднюю ось поставили двухпоршневые тормоза с увеличенным диаметром тормозных дисков. Вместе с тем произошли небольшие изменения и в оснащении. Так пикап обзавелся новым дисплеем мультимедийной системы – обогревом рулевого колеса, дополнительным USB-разъемом для пассажиров второго ряда и видоизмененной приборной панелью. Сегодня Mitsubishi L200 для России комплектуется дизельными двигателями мощностью 154 и 181 л.с., которые работают в паре с шестиступенчатыми коробками передач, механикой или автоматом. Привод полный. Фирменный суперселект второго поколения. Автомобили 2020 года в базовой комплектации DC Invite стоят 2 миллиона 239 тысяч рублей. Пикап с автоматической трансмиссии предлагается, начиная с комплектации Intense за 2 миллиона 678 тысяч рублей, а топовая версия InStyle с дизелем на 181 силу стоит 2 миллиона 842 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok